Начали сессию с вопроса об изменении в структуре городской администрации. Департамент транспорта и связи и мэрии решено преобразовать в департамент транспорта и дорожного хозяйства. То есть теперь эта структура будет заниматься и дорогами местного значения. Также будет создано абсолютно новое управление по профилактической работе с населением. Отдел по делам несовершеннолетних, который сейчас отдельно в структуре администрации присутствует, он будет входить в состав отдела управления по профилактической работе с населением. Также там предполагается в этой структуре управление, будет отдел по профилактической работе с взрослым населением. Обсудили депутаты и такой вопрос, как передача в безвозмездное пользование заброшенного здания для социального центра профилактики. Его создание – это требование федерального законодательства для городов, которые принимают Кубок Конфедерации и Чемпионат мира по футболу. Депутаты приняли решение о передаче здания до конца нынешнего года, но с условием, что мнение жителей по организации работы центра будет учитываться. Это будут те люди, которые уже прошли лечение от алкоголизма, от наркомании. Но однако они социально не адаптированы. В течение этого месяца наши комитеты, совместно с общественной палатой нашей города Сочи, будет создана рабочая группа, которая будет изучать этот вопрос, которая будет работать с населением, разъяснять. И уже по этим итогам мы будем принимать решение о более длительном предоставлении этого помещения для этой общественной организации. Также в ходе сессии был рассмотрен вопрос о едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Было отмечено, коэффициент базовой доходности не повышался в городе больше 10 лет. И сегодня его решили не пересматривать. Найдено компромиссное решение – стимулировать предпринимателей переходить на патентную систему налогообложения. А для этого нужно сделать стоимость патента привлекательной, уверены депутаты. Цель – выровнять налоговую нагрузку, вывести предприятие, уклоняющееся от уплаты налогов из тени, и пополнить городскую казну. Посмотреть на объективность тех данных, которые были даны для обсчета финансового объема патента. А он, мы посмотрели, вызывает вопросы. Поэтому мы разработаем, выйдем с законодательной инициативой в край, потому что законодательное собрание Краснодарского края принимало цену обсчет патента, исходя из того, какие мы предоставили туда расчетные данные. А сейчас они изменились. Зону действия повышенного коэффициента депутаты решили расширить для ряда улиц, привлекательных с коммерческой точки зрения. В списке таких более 50. Таким образом, бюджет города получит в виде налогов дополнительно около 30 миллионов рублей.